Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Все мы знаем, что сеянцы петунии в первые дни очень-очень нежны и очень подвержены заболеваниям. Я вот сегодня уже показывала, что в углу вот уже нашла белое пятнышко. Вот это вот. Это уже развитие каких-то бактерий нехороших, которые нам не нужны. И обычно в первые дни у многих рассада погибает. Что сделать, чтобы уменьшить вот это вот развитие различных болезней, чтобы как-то повысить иммунитет маленькой петунии? Для этого мы можем обеззаразить. Ну как, не то что обеззаразить, а повысить действительно иммунитет и повысить вот эту вот сопротивляемость болезням, замочив семена перед посевом. Вот я залила их раствором привикура, которым я протравливала семена перед посевом, который очень хорошо убивает все болезнетворные бактерии. Но тогда встает вопрос, как их просушить или что с ними делать. Вот пролежали они у меня 2 часа. Они после такого замачивания набухнут, продезинфицируются и качество всходов будет лучше, потому что они будут не так восприимчивы к болезням. Ну как их сеять? Ну в таком случае их сеять можно только мокрыми семенами вместе с водой методом шприцевания. Метод очень простой, я вам потом покажу. Взбалтываете, набираете и вместе с этой водой, видите, вот они семена. Потом на землю в бороздке посеете все. Вот это единственный метод, когда можно семена петунии обеззаразить, протравить и замочить перед посевом. Я это сделала, вот единственный раз сделала вот это, только потому что у меня следующий посев будет магазинные семена. Вот петуния многоцветковая, глафира. Мне прислала женщина в подарок, ну просто на пробу подарила Фокина и Лена из Зеленограда. И я, так как я ни разу в жизни не покупала, я не знаю поверите вы или нет, вот за всю свою жизнь, я ни разу в жизни не покупала вот таких простых семян в магазине. Я не знаю, какое у них качество, может быть они слабые и больные, может быть они вообще не взойдут. И поэтому я их замочила в питательном вот этом растворе. Тут они протравятся, набухнут. И я надеюсь, что это ускорит их как всхожесть и повысит их иммунитет. Как я буду сеять методом шприцевания мокрые семена, я вам, конечно, покажу. Через какое-то время я еще лоток не приготовила. Буду сеять также вот в маленький лоточек, дырочки сделала, земли сейчас накладу и покажу вам, как сеять шприцеванием. До свидания, с вами была Ольга Чернова. Это короткая-короткая вот такая заметочка, как можно замочить семена петунии, несмотря на то, что они очень мелкие, как пыль. И как можно потом их посеять. Вот эти малышки сейчас, они у нас обеззаразятся, набухнут. И я надеюсь, взойдут быстрее, чем при сухом посеве. До свидания.